Молочная железа это не только символ феминной красоты, но и средство для вскармливания потомства. Сегодня мы возвращаемся к теме заболеваний груди. Сегодня в выпуске мы осветим следующие вопросы о современном лечении проблем молочной железы, о протезировании молочной железы, о профилактике и правильном уходе за грудью. Согласно статистике с болезнями груди сталкивается каждая третья современная женщина. В России от заболеваний неопухолевой природы страдает 50% женщин репродуктивного возраста и 20% в возрасте менопаузы. Неуклонно растет и заболеваемость раком молочной железы. В нашей стране частота выявляемости этого недуга составляет 46 случаев на 100 тысяч женщин. Впрочем, не только прекрасный пол страдает патологией молочной железы. По данным Всемирной организации здравоохранения на 135 случаев болезни молочной железы, два приходится на мужчин. Мы продолжаем цикл программ о женском здоровье совместно с главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Республики Крым по специальности онкология Еленой Георгиевной Чирва. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Елена Георгиевна, я, наверное, попрошу вас еще раз напомнить о том, как же не допустить развитие этой патологии. Ну, во-первых, внимательно прежде всего относиться к себе. Необходимо в плановом порядке проходить профилактические осмотры. Необходимо регулярно проводить обследование. До 40 лет обязательно делать утрозвуковое исследование. После 40 лет обязательно делать маммографию. В случае пыли никаких симптомов нужно сразу же обращаться к врачам-специалистам. Более того, очень многое зависит от того, насколько женщина настроена позитивно, насколько она следит за собой в плане именно здорового образа жизни. Женщины должны знать, что молочная железа – это та проблема, которой занимаются врачи-гинекологи, когда мы говорим о мастопотеях. То есть, когда женщина приходит на плановый осмотр к врачу-гинекологу, каждый врач-гинеколог в обязательном порядке должен осмотреть ее молочные железы и при необходимости направить на определенные виды обследования. Кроме того, опять-таки, возвращаясь к тому, что это визуальная локализация, молочные железы должны осматривать и врачи-терапевты, особенно, когда они вам просто слушают, когда вы кашляете и пришли с простудой. В обязательном порядке это нужно делать. Мы решили поинтересоваться у женщин, насколько они внимательны к своему здоровью и как тщательно следят за здоровьем молочной железы. Стараюсь. А проходите маммографию? Редко. Почему так? Ну, вот как-то больше полагаюсь на интуицию. Правильно питание. А проходите ли обследования в частности маммографию? Проходим, да, обязательно. Хорошо. А как часто проходите обследования в частности маммографии? Нет, не прохожу. Здоровья очень хорошо заботимся. Вы видите, нам по 85 лет, а мы выглядим, наверное, на меньше. Правильно или нет? Хорошо. Такой еще вопрос. А как часто проходите обследования в частности маммографию? Очень редко и вообще не ходим, не ходим и не хотим ходить. Не очень хорошо. А на сколько часто проходите обследования в частности маммографию? Я часто прохожу, потому что я работаю медицинское учреждение. Нет, не очень. А насколько часто проходите обследования в частности Маммографии? Проходила уже года 4 назад. Ну, стараюсь. Скажите, проходите ли обследование, мамографию? Проходило, по-моему. Там с какого-то возраста, по-моему, только она обязательная, насколько я помню. Для нашего возраста она тоже там целая история, чтобы на нее попасть. Конечно. А как часто проходите обследование, в частности, мамографию? Вот недавно медосмотр проходила. Хорошо. А в принципе, на сколько часто? Каждый год. Для контроля рисков возникновения онкологических процессов грудных желез был создан специальный график прохождения их исследования. Первая процедура назначается в 40 лет. В возрасте от 40 до 50 лет необходимо проверяться один раз в два года. А если есть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям, то ежегодно. После 50 лет обследовать молочные железы необходимо ежегодно. Для пациенток 30-45 лет назначается ультразвуковое исследование молочных желез. Пациенткам, состоящим в группе риска, страдающим ожирением, бесплодием, мастопотеей, заболеваниями щитовидной железы и поджелудочной железы, имеющим новообразование в половых органах, следует ежегодно проходить обследование или чаще, в зависимости от назначений врача. Самым грозным заболеванием молочной железы является рак. И сегодня мы, наверное, должны с вами, Елена Георгиевна, тоже уделить определенный фрагмент этой патологии и рассказать более подробно. Раку молочной железы нужно уделять внимание постоянно и всегда, потому что это достаточно грозное заболевание. И оно занимает лидирующие позиции в структуре злокачественного образования среди женского населения. Вот я хочу сказать, что это достаточно благоприятная патология в том плане, что она лечится. И если заболевание выявлено своевременно, то очень хороший прогноз в плане выздоровления и потом дальнейшей продолжительности жизни. Что приводит? К любому раку приводит это прежде всего нарушение образа жизни. Это вредные привычки, это курение, это неправильное питание, это отсутствие физических нагрузок. В данной ситуации мы не говорим о том, что возможно и генетическая подрасположенность к развитию рака молочной железы. А вот те патологии, о которых мы уже вспоминали, и мастопатия, и кисты, это тоже может при нелеченном что ли состоянии привести к раку? Когда женщине ставится диагноз мастопатии или киста, или любая доброкачественная опухоль, там, фиброденовая, мастопатия, они подлежат обязательному наблюдению. Потому что есть такое понятие, как факультативный предрак, из которого обязательно возникает, может возникнуть рак, может нет. И облигательные предраки, которые обязательно приводят к развитию злокачественного образования. Поэтому если женщине поставлен диагноз мастопатии, то она должна наблюдаться с определенной периодичностью у врача-специалиста. Елена Григорьевна, спасибо вам большое. Я уверен, что очень полезная информация, которую мы сегодня поделились с нашими телезрителями, причем не только с телезрительницами. Я думаю, для всех была очень полезна эта информация. И спасибо вам большое. Спасибо вам большое за предоставленную возможность. Я хочу пожелать всем женщинам быть любимыми, а всех мужчин быть любящими. И здоровья, конечно же. Наш следующий сюжет о тех, кто пережил заболевание молочной железы. И о том, что даже при этом диагнозе возможна полноценная жизнь. В моих руках находится эко-протез. Это протез молочной железы. Их может быть несколько, в зависимости от того, какая молочная железа, больше или меньше. Это как раз вот та продукция, которую женщина может пользоваться после операции на молочную железу. Существуют способы, ну скажем, радикального решения этой проблемы, я имею в виду хирургические? Да, сейчас, в общем-то, мы говорим о том, что основным таким методом существует понятие такое, как восстановление молочной железы после операции. Ну тут, в общем-то, наверное, больше надо разговаривать с хирургами. Есть вариант, когда восстанавливают молочную железу сразу же во время операции по удалению и восстановлению ставят импланты. Есть более осроченные операции, когда молочная железа полностью восстанавливается, и женщина вообще не несет никаких психологических проблем, связанные с отсутствием молочной железы. Если мы говорим о важности протезирования, то это, наверное, основная такая проблема, потому что вообще заболевание рак молочной железы для женщин считается наиболее травматичной операцией и именно заболеванием. И женщины психологически очень сильно страдают от данного диагноза. Я скажу больше, что когда я работаю со своими пациентами, и у нас есть еще другие женские заболевания, да, вот именно рак молочной железы вызывает наибольший процент, ну, психологической вот такой вот зависимости и ущербности. Почему? Потому что, ну, молочная железа, то есть это прежде всего первичный признак женственности, ну, то есть женская группа. Для женщины, которая прошла операцию и прошла лечение по раку молочной железы, внешний вид и приобретение или экопротеза со специализированным бюстгалтером или восстановление молочной железы становится на первое место. Независимо от того, какой диагноз у вас и что вас тревожит и беспокоит, вы должны знать о том, что вы всегда женщины и привлекательны. И ваша привлекательность не зависит от того, есть у вас молочная железа или нет. Это внутренняя устойчивость, это внутреннее понимание и видение себя. Учеными установлено, что наше здоровье зависит от очень многих факторов. Так, 20% от генетики, а вот более 50% от здорового образа жизни. Как правильно ухаживать за молочной железой? Каковы методы профилактики? Об этом в следующем сюжете. Важное соблюдение гигиены молочной железы. Для женщин, безусловно, необходимо избегать опрелостей, ношения чрезмерно тесного белья, особенно в жаркое время года, поскольку это провоцирует микротравмы и возможен риск воспалительных заболеваний. В жаркое время года стараться нужно избегать сквозняков и кондиционеров, поскольку это может привести к воспалению кист молочной железы, что бывает причиной нелактационных маститов. Безусловно, каждая женщина должна обладать навыком самоосмотра и самообследования молочных желез. Для этого в первые несколько дней от начала цикла необходимо при осмотре в душе встать перед зеркалом, приподнять молочные железы, чтобы осмотреть складку под молочной железой и кожу ниже сосков, которую женщина обычно не видит. Потом необходимо приподнять руку вверх с той стороны, где она осматривает железу, сомкнуть пальцы вместе и надавливающими движениями ощупать молочную железу по часовой стрелке на предмет выявления каких-то необычных уплотнений, если до этого она их не определяла. После кругового такого осмотра необходимо слегка надавить на области ареалы и соска проверить, нет ли каких-то выделений оттуда. В норме возможны выделения, если они там прозрачные или там белесоватого цвета, это допускается, это вариант нормы, но тем не менее на это стоит обратить внимание. Дорогие наши телезрительницы, я надеюсь, все, о чем сегодня мы говорили в программе, вы восприняли с особым вниманием, ведь в конечном итоге здоровье женщины – это и здоровье нации. Мы искренне желаем вам крепкого, надежного здоровья. Ну а если остаются вопросы по теме сегодняшней программы, с удовольствием примем ваши вопросы и телефонные звонки по номеру, который указан на экране. И в завершении, как всегда, всего вам самого доброго и, пожалуйста, будьте здоровы!